здравствуйте сегодня с вами руслан d и максим d мы начинаем рубрику криминальный подкаст это будет сериал из нескольких эпизодов и я надеюсь что их будет много мы будем говорить о реальных делах которые встречались на нашей практике если кто не знает руслан работал в прошлом в милиции я раньше работал следователем прокурором судьей теперь адвокат и в общем то мы накопили определенный багаж историй которыми можем с вами поделиться и я думаю они будут вам интересны скажешь что-нибудь добавить ничего рассказывать есть что рассказать конечно никаких имен и привязок наверное прям фактически ко времени мы не будем рассказывать потому что многие из участников они они вокруг нас все еще живы они все еще живы но я думаю кто-то может быть узнает себя но я бы я думаю многие из тех кто узнает себя они об этом рассказывать не будут ну да цель подкаста в общем-то поговорить на какие-то животрепещущие темы на то что близко обществу на то что происходит здесь и сейчас и мы конечно будем это делать максимально обезличенно сегодня мы будем говорить о бытовых преступлениях это наиболее распространенный такой кластер то есть преступления которые совершаются в обычной жизни которые заранее как правило не планированные вот но эта тема особо остро встает последнее время многие аспекты перекручиваются ценности переоцениваются мы заметили что в семейных диалогах все чаще слышится я вместо мы и давайте посмотрим действительно ли отсутствие взаимопонимания в быту в семьях могут привести каким-то тяжким последствиям ну на фоне небезызвестного дела из дружественного государства который то которая тоже выросла на семейных скажем так бытовых причинах вообще вот это дело до из дружественного государства она принципе и слава богу жаль что конечно такой жертвой обратила внимание что институт до семейных конфликтов он как-то последнее время был немножко спрятан стали как-то завуалирован особенно декриминализация статей определенных да это все как бы не очень здорово сказалось вообще вообще на общей такой ситуации семейных каких-то бытовых взаимоотношений я сейчас почему-то вспомнил даже не про семью я вспомнил что как в доме в подъезде у нас еще в то время школьная висела в каждом подъезде висела табличка правила общежития и там были прям прописаны а делать нечего когда там родители особенно на работе задерживаться ты под сидишь их ждешь были такие пару моментов и там читаешь там все было прописано как люди должны жить и уважать друг друга последнее время я живу на квартирном доме я понимаю что правило не то что общежитие правило человеческого у многих уже отсутствует особенно вот эти шумы дрели и еще что-то там да там как правильно себя в подъезде это немножко иногда из собачьего сердца хочется уже цитировать доктора да вот это по поводу того что люди немножко последнее время как-то оскотинились скажем так вот по поводу семейных бытовых неурядиц вообще нет наверное единого мнения в обществе потому что говоришь об этом во всеуслышание общество осуждает молчишь об этом в обществе общество все равно осуждает и весь мой жизненный опыт сводится к тому что ну по большому счету нельзя стремиться к тому чтобы угодить всем это абсолютно бесполезная штука но вот первая история назовем ее сволочь 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 дело было далеко в 2001 году ну убила одна баба мужика своего давно хотела давно хотела но не решалась а тут решилась в общем он ее сильно достал не просто колотил издевался над ней дочерями старшая дочка как девятый класс закончила я помню сразу уехала поступила в соседний регион в пт у и старалась не возвращаться домой а младшая была еще школьницей классе в седьмом что ли училась и вот женщине это и не сладко приходилось колотил он ее там даже говорят там известий в глаза засыпал то есть ну мужик пил обычный работящий мужик но домой домой приходящий на бровях и считавший себя тираном перебью засыпать известий то уже какой-то такой ну при всей жесткости да смысл на то есть человек это прям пытал ник садистские какие-то тут просто тут нужно понимать с кем с кем эта женщина имела дело недаром наша главная героиня я я ее раскрою немножечко не личность а именно ее характер чуть позже тем эта история в общем-то и примечательно вот он и ножичком ее царапал то есть натерпелась баба и тут в один день чуть не сказал прекрасный ну достал он ее пришел домой поколотил спать лег пьяный но она взяла этот ножичек и воткнула ему прямо в грудь ну вот скажем так прямо между глаз иосифа виссарионовича сталина вот сюда ну и он так в общем-то и сразу скончался сама она тоже выпившая была в этот момент дочка все это увидела разревелась общежитие поднялся крик шум и буквально через пару минут уже участковый был на месте потому что их дом располагался прямо через дорогу от рая дела ну и тут же я это было прямо в рабочее время днем тут же я подъехал естественно она там с первых моментов еще не приходя в нормальное эмоциональное состояние уже говорила что достал надоел сдох сволочь вот она сволочь прямо с оттяжкой это слово так говорила потом тут же каялась что и наделала что дальше будет младшую дочку забрала вот старшая сестра к себе женщину эту арестовали ну и в результате там на допросе там рассказывала что как решилась как убила с ненавистью с такой прям лютая знаешь женская такая ненависть и судя по ее показаниям она больше переживала за дочку за младшую то есть не за себя не за пак убитого мужа за то что дочка это все видела и в какой среде она там это будет переносить скажем так как это скажется на и психике но так или иначе дело суде было ну там расследовать его в принципе ничего есть очевидно да никаких загвоздок не было неясности тоже не возникало ну и она не отрицала свои вины только когда в суд дело передали она уже в суде немножечко но видимо съездила в сизо там пообщалась с опытными людьми научилась как правильно говорить как себя вести как держаться и в суде она говорил я ничего не помню и ничего рассказывать не буду в общем-то на такой случай в законе предусмотрено значит как восполнять такие пробелы огласили ее прежние показания вынесли приговор ну с учетом всех смягчающих обстоятельств и там лет пять дали всего то есть меньше меньше того чем вообще этой статьей предусмотрено и она по-моему даже не обжаловал этот приговор мне вот чисто по-человечески было ее очень жаль это один из тех случаев когда не так жаль потерпевшего как жаль человека который под следствием идет и лет через шесть в этом же районе я работал уже в должности заместителя прокурора то есть там поездив по другим районам через шесть лет я туда вернулся в другой должности и как-то на одном из приемов граждан заходит ко мне женщина опрятная одетая такая стройная благовидная просится на личный прием пригласил слушаю и она говорит я хочу чтобы вы возбудили дело моего мужа убили настоящий убийца на свободе а я за это отсидела ни в чем не виновна и тут меня как-то она еще произнесла вот это слово сволочь вот с этой оттяжкой у меня что-то щелкнуло ну вот в памяти я начал я говорю а как ваша фамилия ну она назвала фамилию и я тут окончательно понял что это именно она хотела реабилитироваться то есть да она она отсидев полный срок от звонка до звонка вышла на свободу свято веря в то что этого преступления она не совершала что ее мужа горячо любимого святого человека убил совершенно посторонний человек и она хочет восстановить справедливость чтобы мы возбудили дело нашли настоящего убийцу она даже не говорил о своей реабилитации по сути потому что ну она уже отбыла отбыла весь этот срок я не понял что что произошло с ней почему она так решила уже делать как бы это у нее какие-то ну а кто знает не ну дело в том что мозг человека вообще устроен так по-особенному если какая-то психотерапия вспомни фильм остров проклятых он же создал себе альтернативный мир в котором он себя оправдал и ему мозг так построен чтобы сохранить человека и она видимо сама того не понимая себя себя простила и для того чтобы жить дальше ну еще может быть среда она делала в определенных местах где люди всегда себя считают невиновными когда ты даже пять лет сидишь ты тоже потом концерт ты же не можешь сказать все моя видна вот вы не виновна есть какая-то подмена понятия ну есть да но просто вот я и говорю а вы меня не помните что ли нет нет ну я же следователь был по этому делу я вас допрашивал я с самого первого до самого последнего дня с вами был и общался и давали допрашивал вас и выдавали такие показания да там собственно вообще ситуация была очевидная и у нее такая паника началась в глазах ну я видел как она ее скрывает она так засуетилась и говорит ну что-то бросила на прощание что-то вроде не хотите работать хотите искать настоящих преступников и ушла и больше не появлялась ну вроде бы не убила никого не знаю не нашла надеюсь того кто по ее мнению действительно совершил это преступление но что самое интересное она вернулась к обычной жизни устроилась на работу дочки даже к ней там приезжали ну по селу ее было видно ну вот ходила ходила просто ну вот с такой жизненный жизненной позиции и вот я удивляюсь вот как человеческий разум устроен он способен вообще перевернуть все на свете ради того чтобы не свихнуться или может быть это и есть свихнуться по своему наверное такой такой вариант потому что вообще в эти ситуации до семейные насилия она же все усугубляется и часто же бывает вот я даже тоже когда работал это вызов женщина в побоях там еще что-то а ты адрес знаешь и уже неоднократно и только на все делу даешь ход там до собираешь материала уходит он дознавателю допустим это все вы было на видении а вот и приходишь к этот момент либо приходит жена и они мириться то есть ты говоришь точно вот тоже неоднократно это же у вас постоянно такая нет все хорошо до следующего там не знаю запой или еще каких-то причин был такой тоже случай когда обратилась женщина и ее гражданский супруг да ну короче муж сражитель и он это побил ну один раз до второй раз опять закрывают того тому что ракетов оформляют собирает материал там обычно есть такие статьи как как превентивного до профилактического характера что урода жизни там еще что-то два-три раза и человек все вместе живут то есть она от него мучается страдает живут живут и какой-то момент ты уже наблюдаешь эволюция ты вот ограничен рамками закона ты соответственно принимаешь кит меру но у тебя все уже прописано что ты должен сделать лишь соответственно ты не можешь чего-то сделать больше его как-то один раз два раза он сначала ее бил потом ножом от царапал по руке и до извести не дошло слава богу но прошел момент я уже перешел на другой участок и как-то слышу информацию которая идет что обнаружен труп неизвестно женщин там вести километрах от города обнаружили как бы это сожалению наше время не так редко как бы хотелось да и вот в чем в чем суть рассказы и и когда уже опознали все оказался та женщина средства поехали нашли этого человека который подозревался в итоге он признался наказали всех конечно сотрудников которые должны были там навести профилактическую работу но чем дело в том что у него уже был это куча сети все они все собирали эти материалы отправляли его и осудили то есть он был не просто так что это куда-то ушло то есть все меры государственного влияния не были сделаны когда прописано законом но тем не менее здесь уже зависит наверно каких ситуациях к чему я хочу сказать что наверное надо людям на каком-то определенном этапе научиться говорить нет каким-то отношениям надо уметь уходить наверное здесь уже нужен какой-то институт развивать именно социальные да там чтобы человек мог сказать сюда не будем жить вместе как минимум или как вообще да на западе же это на западе не приближаться там еще какие-то вещи запрет приближаться наверное работать должно но опять же вишь полностью перенимать западную модель на нашу ментальность на мой взгляд это не выход потому что мы уже имеем дело с тем что определенные западные институты интегрируются в нашу жизнь но из них получается какая-то новая новая версия да потому что слава богу мы сейчас сопротивляемся всем всем этим лгбт и блм там да но та же самая психология психология зародившаяся на западе которая сформировалась там на западной ментальности и к нам фактически в восточную европу да и в азиатскую культуру это интегрировать целиком тоже нельзя и у нас же люди цепляют какие-то клише там ну там абьюзер нарцисс и газлайтер да это модные течения и как правило там люди свободны от отношений очень охотно принимают вот эти все все термины и начинают на натягивать их абсолютно на всех на натянули на тебя у класс получилось хорошо и обрадовались и поделились этим со всеми окружающими и и потихонечку так так или иначе это интегрируется хотя на самом деле предназначение психологии совершенно другое не психология нужна не для того чтобы вешать ярлыки на людей с которыми ты живешь или жил когда-то а психология она предназначена для того чтобы душу лечить человеку вот в каких-то сложных ситуациях люди цепляют только вот эту шапочку как в сопрано мозгоправ когда я был мировым судьей там было много всяких бракоразводных процессов я чувствовал себя каким-то магистром разводов ну как правило там кто-то один из супругов подаст заявление мол надоело не хочу больше жить с этим человеком любовь пошла помидоры завяли так далее второй супруг вообще в суд не является там ну в лучшем случае заявление напишет что я разводить и все было там одна парочка которая такие пылкие ребята ну если тетенька и дяденька такие очень пылкие в отношениях друг другу они разводились два-три раза в год то есть они разведутся настаивают я говорю вы уверены что вы хотите расторгать брак да конечно уверены все я брак расторгаю в последний день срока обжалования прилетает апелляция дело уходит суд апелляционной инстанции они там мирятся мне отменяют решение у меня статистика рушится напрочь на эти такие ну любят друг друга обнимать на как-то это и вот несколько раз в году такая ерунда приходит ну это да такой такая форма афротезиака наверно да и и вот ну другое дело например тоже там женщина одна пришла и говорит все надоел мне этот мужик лежит мол ничего не делает бездельник еще и там руку на меня там временами поднимает хочу говорит развести с ним назначаю заседание приходит к удивлению приходит ее муж говорю вы согласны на развод да нет он мне кажется она просто так но обиделась там есть на что мы у всех бывает же там в быту у мужчины и женщины бывают какие-то разногласия но обиделась повздорили там успокоиться остынет отойдет я не хочу говорит разводиться она ни в какую настаивает ну поскольку после там предоставленного им срока на примирение одна из сторон настаивает на расторжение брака я был обязан этот брак расторгнуть ну еще развел я их они даже по-моему не обжаловали проходит какое-то время и прилетает мне заявление о взыскании там судебных расходов думал как странное заявление а женщина это была с адвокатом на процессе а мужик сам без без представителя и общем она пишет что я вот адвокату заплатила там такую-то сумму денег и поскольку я дело выиграла давайте с него теперь эти деньги взыщем ну я назначил заседание пригласил пришла опять же эта женщина с адвокатом ну объясните чего вы хотите то отсюда ну и они обе прям единодушно на сухом глазу утверждают что я обязан взыскать деньги потому что она суд этот выиграла ну то есть подала на развод и развод получила да но я им отказал описал это в определении дело ушло в апелляцию и потом уже звонит мне судья который эту апелляцию пересматривал и смеется мы тут вообще когда твои определение читали сосны хоть чуть не попадали я говорю о чем там смешного написал ты так там написал такую фразу что по закону эти деньги взыскиваются расходы судебные взыскиваются стороне в пользу которой совершилось решение состоялось решение суда а я как судья не не сумел понять в чью пользу этот развод состоялся то есть мне лично показалось что мужику больше повезло что он ну как бы так ну то есть я конечно не прямо это написал мы видим и между строк они так это проскользнула мысль да проскользнула мысль и такое вот было дельце в общем но было еще такое мастерское краткое определение помнишь раньше были такие дела частного обвинения которые тоже ваш вас как участковых затрагивали и мировых судей это клевета и оскорбление в быту же много бывает там соседи между собой поссорятся кто-то как-то назовет друг друга и тут понесли заявление как правило они встречные ты меня оскорбил ты меня оклеветал и так далее свидетели тяжбы тяжбы и вот пришел как-то к нам молодой мировой судья я был уже так немножечко на опыте и прибегая значит ко мне он с вопросом как клевету от оскорбление отличить а я вижу что ему очень не хочется в научные там в теоретические дебри погружаться ему хочется вот такого короткого быстрого ответа на такой судебный тик ток знаешь я говорю но если ты хочешь прям совсем кратко то клевета это когда обидно и неправда оскорбление это когда обидно и к сожалению правда вот что ты установишь так и суди в общем вот краткость определения ну ладно и веселые истории конечно веселыми но есть дела такие которые очень неожиданный поворот получают и таких дел тоже было немало вот одно из них было связано с дорожно-транспортным происшествием вот почему она попала в этот выпуск я думаю вы поймете концу истории в общем судили как-то тоже это лет двадцать с лишним назад было судили мужика одного за дтп со смертельным исходом там он был не местный проезжий транзитом куда-то ехал возможно с морей снова к себе на север возвращался не через это село проходила трасса прям через село был такой дождь вечер я полагаю это еще было помножено на какую-то физическую усталость водителя который издалека едет и в общем пока со встречной машины разъезжался видимо слегка ослепился светом встречных фар и сбил мужчину мужчина сразу насмерть но поскольку он иногородний плюс еще такой летальный исход и его естественно арестовали и он до суда находился под стражей и вот уже дело а потерпевшая ну то есть вдова этого пешехода она вообще не появлялась то есть наследствие там один раз показания дала и сказала не трожьте меня не хочу мол и с делом знакомиться не хочу и вообще упалась пропала из виду но по сути это не препятствие нет ее нет суд может и без нее разобраться огласили ее показания и уже прям к самому концу дело подходит когда судебные прения то есть когда стороны там прокурор адвокат другие участники подводят итоги судебного разбирательства и судья после этого должен выйти на приговор и вот судебных прениях вдруг она появляется естественно ей дают слово и она говорит не надо его судить я не хочу чтобы его судили в зале тишина сразу а я был гособвинителем по этому делу и мы не поняли в чем проблема видимо она просто ну если ты его простила ну понятное дело до мужика не вернешь а этого этому судьбу губить она говорит нет он вообще не виноват и тут вообще там даже судья по моему подпрыгнул на месте что и она дает такие пояснения что на самом деле вот они с мужем возвращались там с какого-то праздника там юбилея или дня рождения там вот муж выпивший был а он тоже такой как сейчас модно говорить абьюзер там домашний насильник то есть он ее там и колотил там по истории вообще было такое очень мрачная муж она шокирующую историю рассказала она была намного моложе его такая видно по ней что она в прошлом была очень красивой взял он ее замуж по моему там лет в 17-18 прям буквально женил ее на себе а он такой был типа первый парень на селе здоровый амбалистый такой мужик ну короче и к ней никого не подпускал и вот она замуж за него пошла потому что он ей сказал что в принципе никто в этом селек тебе и не подойдет потому что я любого здесь порву ну естественно когда она уже стала его женой он ревновал я каждому столбу там даже за не за то что она делала за то что на нее кто-то посмотрел за то что там и и там не дай бог кто-то на танец пригласил там из коллег например на на корпоративе или еще что такое то есть он ну естественно он ее бил причем бил так чтобы другим видным не было то есть так по телу лицо не трогал открытые там участки рук тоже не трогал и собственно там ей по моему даже нос один раз сломал и вот они шли из какого-то видимо веселья он был пьян и она скорее всего прекрасно понимала что сейчас будет дома и вот она говорит я прекрасно знала что сейчас он просто меня будет мочить там пинать там и все такое и тут они стали возле дороги нужно было перейти и и тут удобный случай вот машина едет едет машина и она просто толкнула его под машину она там прям по суде и призналась да она горит я вот толкнула уже ну наверняка мол надоело обрыдло и вот эта фраза в конце слава богу получилось и вот опять же вот согласись когда ты касаешься такого рода ситуации кого-то осуждаешь здесь вот можно ли ее прям на полном серьезе осудить за это решение с моральной точки зрения вот эта дилемма на постоянно самом деле очень часто осталось нет однозначного да особенно что касается долгих каких-то вот издевательств там еще каких-то там насилия вот это но вообще все вот эти истории максим вот сейчас наверное такой первый пилотный подкаст тут истории как женщины которые пострадали да от домашнего насилия домашнего абьюзинга и как бы это вместе женщины где кто может их судить ну как бы так получается такой вот но есть же и обратные тоже истории да когда наверное абьюзинговые мужчины наверное следующего подкаста наверное подобрать историки мужчина попадает в ситуацию когда что тоже происходит не всегда это происходит жестком таком до моменте когда кто-то погибает не был такой случай когда женщина заявила на своего супруга о том что он ее запшикал дезодорантом очень странный вызов ну как реагируете вроде бы не бил он и запшикал не дихлофосом просто дезодорантом тоже носили вот насилия мы вы выезжаем а потом опрашиваем и у нас такой диалог ну что я сижу ем а на него проходит и кишечник свой не контролирует а я психнул бросил борщ а первое что вы его это свежитель воздуха и ну логично я считаю как бы источник нехороших каких-то он ликвидировал и как их было судить борщ не доел судебно борщ не доел но они помирились и до сих пор кстати иногда по городу вижу не ходят вдвоем я помню по магазину историю чтобы разбавить мрачности наш один прокурор мне рассказывал историю в их селе желатка семейная парочка женщина таких крупных габаритов к очень мощная яркая представительница этого северного района и мужичок такой худосочный маленький вертлявый знаешь такой который на всех вечеринках лучше всех танцует это такая подвижная такая тело и вот какая-то свадьба то помнишь раньше еще бы было ну как модно свадьбы в шатрах да в селах когда во дворе там ставят шатер импровизированные скамейки натягивают и там люди там ну все застолье собственно проходило там не в школах не в ресторанах не где-то помнишь еще школьные столовые же были в селе обычно в шатрах и вот то ли они соседнем селе были то ли в своем родном ну суть в том что пока эта женщина сидела за столом там и обсуждала свои женские темы и и мужичок юркий и изворотливый пошел танцевать и видимо понравился одной женщине и эта женщина его затащила в дом а женщина такая ну тоже стройненькая такая знаешь завела и вы все там в доме темнота между ними там происходит что-то приятное магия любви да магия любви витает такой соответствующий аромат и тут в полной темноте открывается дверь и значит из задней подсветки появляется вот прям огромная фигура его супруги и она там условно говорят бембят и здесь ну все это по-калмыцки естественно звучит а он ну сориентировался видимо просто так отпрыгивает отталкивает от себя эту свою случайную связь и кричит как же он крикнул типа кем а ты что ли да а это тогда кто да бывают и такие ситуации говорят что это дело убийством не закончилось давайте наверное в комментариях обсудим с вами либо на позитиве либо какой-то на какой-то серьезной волне вообще как быть в ситуации когда в семье нет вот такого стоп стоп слова стоп момента который когда в семье нет чувства у обоих супругов чувство меры достаточности да бывают ссоры но ссоры могут не привести ни к чему а может совершенно спокойная обыденная размеренная жизнь привести каким-то ужасным последствиям может быть у вас были какие-то знакомые истории может быть вы помните дела минувших лет которые интересно было бы осветить в нашем подкасте может быть поднять из архива какие-то дела конкретные кстати такая возможность наверняка есть ну вообще вот и мы можем обсудить тема подкасала не только вот каких-то да конечно и осветитель трагедии чтобы немножко как сказать как это раньше советское время там прожектор да там перестройки навести на этот язву общество скажем такие моменты веселые как вообще люди выходят из этих ситуаций действительно в комментариях можете написать свое мнение какие-то варианты как действительно на это дело все смотреть с какой позиции кто прав кто виноват на самом деле я вот насколько понял тоже из-за практику дела семейные правильная фраза да чужая семья потемки там иногда это как стивен кинг любит там так бывает запущено что страшно да куда-то бывает что все совершенно по-другому и для кого это кого-то там дикая трагедия для остальных мелочь а где реальная трагедия просто могут не заметить поэтому существует ли вообще предел даже даже ужаса который может испытать человек и и ужас и терпение насколько иногда вот люди могут годами жить испытывать вот как ты говоришь извести в глаза и никак неким действием поэтому не противостоять и потом да доводится до того что очень такие страшные исходы бывают в общем пишите пишите свои соображения свои мнения обязательно обсудим мы будем с русланом активно участвовать отвечать на отвечать на ваши комментарии обязательно конечно пишите благодаря вашим комментариям будет складываться темы следующих наших подкастов чтобы это было действительно интересно и необходимо наверное озвучить да как-то это визуализировать и проблему и в то же время какие-то решения может варианты ну что ж на этой ноте мы наверное закончим первый выпуск спасибо за внимание спасибо руслан спасибо максим до встречи в эфире до встречи до встречи до встречи до встречи